На кого похож Гудвин? Когда лев оправился, вся компания весело двинулась в путь. По мягкой зеленой траве они вышли к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и обрадовались ей, как милому старому другу. Скоро по сторонам дороги появились красивые изгороди, за ними стояли фермерские домики, и на полях работали мужчины и женщины. Изгороди и дома были выкрашены в красивый, ярко-зеленый цвет, и люди носили зеленую одежду. — Это значит, началась изумрудная страна, — сказал железный дровосек. — Почему? — спросил Страшила. — Разве ты не знаешь, что изумруд зеленый? — Я ничего не знаю, — с гордостью возразил Страшила. — Вот когда у меня будут мозги, тогда я все буду знать. Жители изумрудной страны ростом были не выше живунов. На головах у них были такие же широкополые шляпы с острым верхом, но без серебряных бубенчиков. Казалось, они были неприветливы, никто не подходил к Элли, и даже издали не обращался к ней с вопросами. На самом деле они просто боялись большого грозного льва и маленького Татошки. — Думаю я, что нам придется ночевать в поле, — заметил Страшила. — А мне хочется есть, — сказала девочка. — Фрукты здесь хороши, а все-таки надоели мне так, что я их видеть не могу, и все их променяла бы на корочку хлеба. И Татошка отощал совсем, — что ты, бедненький, ешь? — Да так, что придется, — уклончиво отвечал песик. Он совсем не хотел признаться, что каждую ночь сопровождал льва на охоту и питался остатками его добычи. Завидев домик, на крыльце которого стояла хозяйка, казавшаяся приветливее других жительниц селения, Элли решила попроситься на ночлег. Оставив приятелей за забором, она смело подошла к крыльцу. Женщина спросила. — Что тебе нужно, дитя? — Опустите нас, пожалуйста, переночевать. — Но с тобой лев! — Не бойтесь его, он ручной, да и, кроме того, трус. — Если это так, входите, — ответила женщина. — Вы получите ужин и постель. Компания вошла в дом, удивив и перепугав детей и хозяина дома. Когда прошел всеобщий испуг, хозяин спросил. — Кто вы такие и куда идете? — Мы идем в изумрудный город, — ответила Элли, — и хотим увидеть великого Гудвина. — О, неужели? Уверены ли вы, что Гудвин захочет вас видеть? — А почему нет? — Видите ли, он никого не принимает. Я много раз бывал в изумрудном городе. Это удивительное и прекрасное место, но мне никогда не удавалось увидеть великого Гудвина, и я знаю, что его никто никогда не видел. — Разве он не выходит? — Нет. И день, и ночь он сидит в большом тронном зале своего дворца, и даже те, кто ему прислуживает, не видят его лица. — На кого же он похож? — Трудно сказать. — Задумчиво ответил хозяин. — Дело в том, что Гудвин — великий мудрец и может принимать любой вид. Иногда он появляется в виде птицы или леопарда, а то вдруг обратится к кротом. Иные видели его в образе рыбы или мухи, и во всяком другом виде, какой ему заблагорассудится принять. Но каков его настоящий вид, не знает никто из людей. — Это поразительно и страшно, — сказала Элли. Но мы попытаемся увидеть его, иначе наше путешествие окажется напрасным. — Зачем вы хотите увидеть Гудвина ужасного? — спросил хозяин. — Я хочу попросить у него немножко мозгов для моей соломенной головы, — отвечал Страшило. — О, для него это сущие пустяки. Мозгов у него гораздо больше, чем ему требуется. Они все разложены по кулькам, и в каждом кульке особый сорт. — А я хочу, чтобы он дал мне сердце, — промолвил дробосек. — И это ему нетрудно, — отвечал хозяин, лукаво подмигивая. У него на веревочке сушится целая коллекция сердец всевозможных форм и размеров. — А я хотел бы получить от Гудвина смелость, — сказал Лев. — У Гудвина в тронной комнате большой горшок смелости, — объявил хозяин. — Он накрыт золотой крышкой, и Гудвин смотрит, чтобы смелость не перекипела через край. Конечно, он с удовольствием даст вам порцию. Все три друга, услышав обстоятельные разъяснения хозяина, просияли и с довольными улыбками посматривали один на другого. — А я хочу, — сказала Элли, — чтобы Гудвин вернул нас с Татошкой в Канзас. — Где это Канзас? — спросил удивленный хозяин. — Я не знаю, — печально отвечала Элли, — но это моя родина, и она где-нибудь-то есть. — Ну, я уверен, что Гудвин найдет для тебя Канзас, но надо сначала увидеть его самого, а это нелегкая задача. Гудвин не любит показываться, и, очевидно, у него есть на этот счет свои соображения, — добавил хозяин шепотом. И огляделся по сторонам, как бы боясь, что Гудвин вот-вот выскочит из-под кровати или из шкафа. Всем было немного жутко, а лев чуть не ушел на улицу. Он считал, что там безопаснее. Ужин был подан, и все сели за стол. Элли ела восхитительную гречневую кашу и яичницу и черный хлеб. Она была очень рада этим кушаньем, напоминавшим ей далекую родину. Льву тоже дали каши, но он съел ее с отворощением и сказал, что это кушанье для кроликов, а не для львов. Страшил и дровосек ничего не ели. Татошка съел свою порцию и попросил еще. Женщина уложила Элли в постель, и Татошка устроился рядом со своей маленькой хозяйкой. Лев растянулся у порога комнаты и сторожил, чтобы никто не вошел. Железный дровосек и страшила, простояли всю ночь в уголке, изредка разговаривая шепотом.